Футболисты Тюмени в последней домашней встрече сезона обыграли Амкар Пермь и поднялись на первое место в четвертой группе ФНЛ-2. Правда вопрос, последнее ли это для них матч в этой лиге и смогут ли они осенью сыграть с Казанским Рубином, остается открыт. Еще до перерыва обе команды сделали вынужденные замены из-за травм. У хозяев не смог продолжить игру один из лучших снайперов турнира Антон Кабялко, у гостей Вячеслав Журавлев. Счет к тому моменту был 1-0 в пользу сибиряков. На 18-й минуте розыгрыш углового привел к голу центрального защитника Дениса Магадеева. Он стал единственным. Наверное, такая игра не получилась, как бы такая зрелищная, потому что никто не хотел, как говорится, отступать. Но мое мнение, конечно, по голубым моментам мы наиграли там даже не на один гол, да, забили мяч со стандарт хорошей. Матч стал 50-м в составе Тюмени для 19-летнего Вячеслава Бардыбахина. 50 матчей. Ты еще достаточно молодой игрок. Веришь, что на самом деле уже столько сыграл? Если честно, как-то очень быстро пролетело. Даже не заметил, как два сезона уже подходят к концу. Заключительный матч турнира «Черно-белые» проведут 28 мая в гостях у Новосибирска. Для того, чтобы эта встреча стала для Тюмени последней в ФНЛ-2, нужно не просто брать верх, но и чтобы конкуренты «Ульяновская Волга» и «Челябинск» потеряли очки. На велотреке в Крылатском состоялись международные соревнования Гран-при Москвы. Участие в них приняли сильнейшие российские велогонщики, а также представители национальных сборных Белоруссии и Узбекистана. Тюменка Диана Климова стала третьей в скретче. Выиграла тулячка Мария Аверина. Серебро досталось Анне Терех из Белоруссии. В гонке с выбыванием Климова финишировала на 18-м месте. И на сегодня у меня все. Оставайтесь в эфире «Тюменского времени». До свидания.